Замминистра экологии Московской области Вадим Воронцов вместе с инспекцией по охране окружающей среды провели в округе рейд по контролю качества атмосферного воздуха и пообщались с жителями. Юлия Махметова состоит в рабочей группе по мониторингу качества воздуха в Люберцах. Четыре года живет на вертолетной улице. Жители микрорайона неоднократно жаловались на неприятный запах. Юлия уверена, что благодаря работе системы эко-мониторинга воздух стал чище. Первый, второй год прям очень сильно запах был. Но вот в прошлом году, как раз летом, когда мы начали работу, летом же мы начали с передвижными лабораториями, стало гораздо меньше. Но на самом деле, все равно, когда открываешь окна, запах химический часто, часто гари запах именно железа горелого. Жалоб стало меньше. Этому поспособствовала созданная в Подмосковье система экологического мониторинга. На территории 42 муниципалитетов установлены 209 постов контроля качества воздуха. 15 из них работают в Люберцах. Несколько лет назад мы начали устанавливать эти датчики для более быстрой реакции на обращение жителей на загрязнение воздуха, на появление неприятных запахов, либо на возможные какие-то разовые выбросы с промпредприятий. Валентина Королёва живёт на инициативной улице. Как и жители соседних домов, она тоже встревожена качеством воздуха. Нас беспокоит едкий запах гари. Со стороны железной дороги, вот оттуда прям вот чем ближе подходишь, он прям едкий. Едкий-едкий. Мы написали письмо коллективное в администрацию города Люберец. Обещали отреагировать, решить наш вопрос. По сигналу приезжает передвижная лаборатория экологического мониторинга. Определение уровня атмосферного загрязнения длится не более получаса. Результат себя оправдал. Выявлены не только сверхнормативные выбросы, но и его источники. Мы обнаружили превышение предельно допустимых концентраций по диоксиду серы. Также ещё некоторые загрязняющие вещества находятся в пределах предельно допустимых концентраций. В промзоне на транспортной улице показался чёрный дым. Усиливается запах гари. Инспектор по охране окружающей среды Олег Прохоров понимает – нет дыма без огня. Идёт сжигание отходов открытым способом. Нарушения нужно пресекать. Вы сейчас начали? Да, мы сейчас это начали. А кто он дал показания? Мы это не знали. Не знал? Да. За нарушение природоохранного законодательства придётся выполнить предписание надзорных органов и оплатить штраф. Только за прошлый год в округе демонтировали более 60 незаконно установленных печей для сжигания твёрдых бытовых отходов. С начала января к административной ответственности привлечены 8 предприятий.